На Украине подводят итоги местных выборов. Несмотря на то, что с момента закрытия участков прошли сутки, избирком не может огласить даже предварительные цифры. В нескольких населенных пунктах выборы признаны несостоявшимися, а саму компанию уже назвали одной из самых грязных. Президент Порошенко тем временем заявил о провале попытки создания пятой пророссийской колонны. Подробности у Ольги Князевой. В первом же туре мэрских выборов в Харькове безоговорочную победу одерживает Геннадий Кернис, человек, в отношении которого возбуждено уголовное дело, его подозревают в похищении активистов Евромайдана, сохраняет за собой пост мэра города. Харьковчане сказали Киеву все, что они думают о Киеве. Ситуация заставляет думать о том, что страна распадается в избирательном плане на регионы, которые независимо от Киева, игнорируя киевские установки, формируют свою региональную управленческую элиту. Еще один пример – предварительные результаты выборов в Одессе. Бывший регионал Геннадий Труханов по всей вероятности останется мэром города. И это несмотря на активное продвижение другого кандидата, Саши Боровика, ставленника Михаила Саакашвили. Почему Саша пошел в эту кампанию? И почему я поддержал, чтобы он пошел? Потому что все говорили, ну уж куда там идти, это вы не понимаете. Мы не можем, я не имел права оставлять одесситов без выборов. И таких настоятельных рекомендаций, кого стоит выбирать в мэры и депутаты облсоветов, было много, а результатов мало. Виталий Кличко в эту предвыборную кампанию шел под флагами партии президента. Но ему в итоге предстоит второй тур. Показательна и явка избирателей, которая не превысила 50-процентный барьер. Миллионы гривен на предвыборную рекламу, раздача картошки и вареников под партийные лозунги. К этим местным выборам людей готовили долго и настойчиво, но многие украинцы до избирательных участков не дошли. Ужасно низкая явка, наверное, самая низкая за всю историю независимой Украины, это оценка, прежде всего, конечно, власти. Но это и вопрос для оппозиции, об этом буду говорить чуть позже. Но то, что сегодня власть проиграла, это однозначно. По данным Экзитпола, в предварительные итоги такие. Партия президента своих избирателей за последний год растеряла. Провластная солидарность в основном побеждает в центральной части Украины. Националистических настроений в целом по стране стало больше. Партия «Свобода», активистов которой обвиняют в убийствах и провокациях, в тройке лидеров на западе страны. В Ивано-Франковске вообще на первом месте. Даже в городском совете столицы она догоняет тройку лидеров. Улучшились показатели оппозиционного блока. У партии высокие результаты в шести регионах. Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях, Луганской и Донецкой. Кандидаты могли занять больше кресел. В партии объяснили, почему этого не произошло. В более грязных и проблемных выборах в нашей стране еще не было, поскольку был задействован со стороны провластных партий полный букет всех нарушений, которые могли быть. Где-то не допустили к участию, а где-то выборы просто сорвали. Уверены оппозиционеры. Как, например, в Мариуполе. На избирательные участки бюллетени так и не привезли. Горосбирком отказался признавать бланки действительными, якобы потому, что печатались они не в киевской типографии. В итоге выборы в городе не состоялись. Безобразие. Я возмущена, да это первый раз за мою жизнь. Такой же прием использовали и в Красноармейске. В Сватове в избирательных листах допущены десятки ошибок в названиях партий и заметили это уже в день голосования. В городе Рубежном весь день искали ключи от сейфа с бюллетенями. И снова выборы отменили. Лисичанский цик признал выборы недействительными. А наблюдатели говорят, что они состоялись. Причем победила партия оппозиционный блок. Получается, что выборы отменяли в городах и поселках, близких к Донбассу, где сильны оппозиционные настроения. Скандалы вокруг печати бюллетеня в Мариуполе длились всю последнюю неделю. Но официальный Киев предпочитал наблюдать за ситуацией со стороны. Теперь же проведение голосования в городах, в которых выборы по сути не состоялись. Полностью зависит как раз от парламентариев. Верховная Рада должна принять специальный закон, который вновь запустит избирательный процесс в Мариуполе и других городах. По прогнозам политологов, парламентарии торопиться не будут. Правящая коалиция сегодня делает все, чтобы сорвать выборы в тех регионах, где у них просто нет шансов даже 5% барьер преодолеть. А вот что сказал президент Украины о состоявшихся выборах в местные советы. Реванш недемократических сил, которыми нас так пугали, не состоялся. Я еще раз благодарен ответственности в выборе украинскому народу, который сейчас поддержал демократические силы реформы. Не произошел раскол Украины. Провалилась попытка России создать у нас внутри пятую пророссийскую колонну. Эти слова Петр Порошенко произнес после встречи с министром торговли США и очередной антироссийской риторикой, по мнению политологов, оскорбил как раз украинцев. На Украине идет охота на ведьм, ищутся неугодные. Те, кто выступают за сохранение хороших отношений между Россией и Украиной, они подвигаются преследованию. Все те, кто выступают за диалог с Россией, за мирное решение нынешнего украинского внутриполитического кризиса, они фактически записываются в разряд врагов Украины. Окончательные итоги местных выборов на Украине с учетом вторых туров станут известны не позднее 20 ноября. Независимые наблюдатели свои итоги уже подвели. Во всей стране зафиксировано больше тысячи нарушений избирательного процесса. Ольга Князева, Анна Ток, Первый канал, Киев. Ольга Князева, Анна Ток, Первый канал, Киев.